Добрый день! Меня зовут Юлия Кистер и я представляю Центральную городскую библиотеку Нижнего Тагила. Сегодня мы с вами поговорим о квестах. Вы можете сказать, что эта форма давно всем известна и будете правы, но дело в том, что квесты бывают настолько разнообразными, что мы не всегда осознаем, что можем использовать их в более широком формате. Наш Центр развития и профессиональных коммуникаций, в котором я работаю, занимается методической деятельностью. Мы не взаимодействуем напрямую с населением. Наша задача — подтолкнуть к творческому поиску наших коллег-библиотекарей. Шерлок Холмс говорил, если хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. По этому принципу книгу нужно прятать в библиотеке. Но наша цель — не скрыть ее от глаз, а заставить искать и обязательно найти. И в этом плане квест подходит как нельзя лучше. Он совмещает в себе игру, конкурс и интеллектуальную деятельность. И в основе всегда лежит книга. Мы часто говорим о том, что сегодня библиотека балансирует где-то на грани между культурным центром и досуговым. Задаемся вопросом, кто же мы — навигаторы в мире информации или массовики-затейники. Не будем спорить сегодня на эту тему, но признаемся, что время все-таки диктует свои законы. И читателя зачастую приходится вести книги за ручку. И вот нитью Ариадны в этом плане как раз и может выступить наш старый добрый квест. Он позволяет привлечь к себе к тому же самую сложную категорию подростков и молодежь. В свою очередь авторам квестов предоставляется полная творческая свобода, ограниченная только рамками нашей фантазии. Но чаще всего в библиотеках встречается такая форма работы. Команды в поисках какой-то разгадки движутся по маршруту, выполняют некие задания и приходят к результату. На самом деле квесты могут быть абсолютно разными. Например, Escape Room или квест в закрытой комнате представляет собой интеллектуальную головоломку, в которой игрокам нужно за определенное время выбраться из замкнутого помещения. Перформанс предполагает погружение в иную реальность. И здесь могут быть использованы элементы театрализации. Квест Викторина может представлять собой набор абстрактных картинок с некой матрицей с именами авторов. Мы попробовали все эти варианты. И начали мы с квеста перформанса. Назвали его «Герой вне времени» и посвящен он был Лермонтову. Участникам мы их также разделили на команды. Шесть команд должны были посетить шесть площадок. И каждая была посвящена определенной теме. Дуэль, любовь, юность и детство и так далее. Квест носил познавательный характер и позволил участникам заново открыть для себя творчество поэта, узнать какие-то новые факты, погрузиться в то время, в котором он жил. И вот это как раз достигается какими-то элементами театрализации или может происходить через детали. Например, берем с вами веер. И вот мы уже говорим о таком событии, как бал, о его костюмах, о детали костюма. Например, разговариваем об языке веера. Вот, например, если я дотронусь открытым веером до левого уха, то могу вас таким образом предупредить, что за нами наблюдают. Ну и игроки в итоге не только достают с каких-то дальних полок разума знания, но и знают очень много нового. К примеру, немногие задумываются, что основателем рода Лермонтовых является Георг Лермонт. Также мы слушали аудио-отрывки стихотворений в исполнении известных артистов и пытались вспомнить, кому посвящены те или иные строки. И вот всё это позволяло погрузиться как раз в иную реальность. Опробовали мы этот квест на наших специалистах в один из санитарных дней. И квестить всем так понравилось, что к «Библия ночи» мы подготовили новый квест, «Квест-детектив», и предложили гостям раскрыть совершенное преступление. Они получали письмо, в котором говорилось о неком похищении и выкупе. И чтобы понять его смысл, нужно было пройти по всем площадкам «Библия ночи», чего мы и добивались от наших гостей, и собрать кодовые слова, чтобы вставить их в эту записку. Значит, нашим гостям пришлось и сочинять хоку, и писать пером в альбоме. Но самым сложным заданием оказалось навестить Пушкина и спросить у него точное время. Его искали в гриме и в полный рост. А он оказался гипсовым бюстом рядом с часами, показывающими полночь. Ведь действие происходило, как мы помним, в «Библия ночи». Поняв, что данные мероприятия особенно интересны молодежи, мы решили не останавливаться на достигнутом и создали новую игру «Квест в закрытой комнате». Провели ее в «Ночь искусств» и посвятили юбилею Сергея Есенина. Квест назывался «Ключ от номера в Англитер». Конечно, пришлось поработать над интерьером помещения. Для этого изучили фотографии номера в гостинице «Англитер», где провел свои последние дни поэт. И из подручных предметов мебели постарались воссоздать атмосферу. Команду из пяти, семи, максимум десяти человек мы закрывали в достаточно просторной комнате. И ей предстояло за 40-45 минут найти ключ и выбраться из этой комнаты. Команда находила некие записки, в которых содержались цитаты поэта. И они должны были натолкнуть в ходе мозгового штурма на следующий ход. Ну, например, записка. «Слова — это граждане, а я их полководец». Она должна была привезти игроков к книге о полководцах, где они находили какую-то следующую записку. Записки были абсолютно разные, содержали даже математические какие-то задания. Ну и в итоге они приводили к строчкам о Пушкине, которые наталкивали на поиск Томика Пушкина. А Томик Пушкина оказывался шкатулкой с тем самым ключом от комнаты. Ну и на следующий день на нас посыпались телефонные звонки с вопросами, можно ли мы приведем друзей на ваш квест. Благо, комнату еще не успели разобрать, а вариантов квеста у нас было четыре. Изначально мы подготовили их несколько, чтобы игроки не смогли помочь следующей команде. Ну, мы поняли, что если бы вариантов было десять, то наши игроки приходили бы десять раз. Поэтому такой вариант квеста особенно оказался любим. Но мы решили попробовать еще что-то новое. И уже к следующей Библионочи мы подготовили викторину Воображариум. С ее помощью как раз не только обращали внимание на шедевры мировой литературы, но и развивали ассоциативное мышление. В основу мы взяли карточки из игры, которая есть в нашей библиотеке Dixit. Но, конечно, их можно найти и в интернете. Вот так выглядят эти карточки. Мы их увеличили, распечатали, снабдили цитатами из книг. И украсили ими одну из стен библиотек. Участникам выдавалась матрица, в которой нужно было найти номер картинки и в параллели имена авторов. То есть, узнав произведение, нужно было еще и вспомнить, кто его автор. Ну и вот в таких картинках героям предстояло узнать книги «Алые паруса», например, «Волшебник изумрудного города». То есть, какие-то были более очевидны, какие-то менее. «Маленький принц», «Преступление и наказание», «Винни-Пух и все-все-все», «Спящая красавица». Показав таким образом нашим коллегам все разнообразие квестов, мы предложили использовать их в своей работе. И сегодня в нашей библиотеке проводятся в формате квестов и экскурсии, и дни первоклассника, новогодние встречи, заседания клубов. Ну и подводя итог, мы можем сказать, что квесты позволяют нам в игровой форме не только тестировать литературные знания наших пользователей, но и привлекать новых читателей в библиотеку. Квесты, поскольку это игровая форма работы, то она может требовать активных действий, но уже не от библиотекарей, а от самих игроков. Квесты — это всегда элемент соревнования, конкурса, но в то же время они вполне могут обходиться без призов, потому что сам процесс поиска так увлекателен, что уже дополнительного поощрения и не требует. Квесты — это развивающая интеллектуальная история, которую мы пишем сами. Вот, например, надо нам достать с дальней полки какие-то книги забытые и привлечь к ним внимание. Мы их смотрим, сочиняем, делаем квест, и уже завтра у нас будет стоять очередь из читателей на эти книги. Ну и, конечно, в условиях пандемии, в соответствующих программах квесты можно вполне перевести в онлайн-формат. Но мы все-таки будем надеяться, что вскоре эта необходимость отпадет. Поэтому я вам желаю в следующем году оффлайн, то есть живых встреч в форме квестов, и благодарю за внимание.